Слава на Бога! Спасибо группе прославления, чудесная хвала сегодня была Духовное восстановление пережил И сегодня я хотел поделиться с вами словом Ну, верю, что оно будет небольшим Ну, как получится? Ну, как то все получится? Я хотел прочесть для начала Второе послание к Орифинам На экране мы можем читать на болгарском языке Третья глава Второе послание к Орифинам Третья глава 17-18 стихи 17-18 стих Господь есть Дух А Господь и Духот А где Дух Господень, там свобода Скажи Аминь Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню Преображаемся в тот же образ от слава в славу, как от Господня Духа Глядя на Иисус Христа, мы преображаемся в Его славный образ А вы знаете, что на прошедшей неделе был большой праздник в Българии 520 лет Эта нация находилась в рабстве Под таким гнетом Под таким игом Под османскую игу Здесь есть такая знаменитая книга Она так и называется Под игу Има една известна книга Тя се нарича Под игу Переводена на русский Под игом И в ней очень хорошо подробно описывается Как Българская нация находилась вот в этом И в ней много добре подробно описывается Как Българская нация была под османскую игу Таким страшным рабством И вы знаете, вот сегодня мы живем в освобожденной стране Я хотел бы немножко об этом так вот проговорить Искам малку докажет за то днес Что в моем представлении България это особенная страна Так как она когда-то была в рабстве Някога е била подробството Ну как, например, Израиль Был в рабстве 430 лет Е бил под рабството 400 години И благодаря Богу Вышел из-под египетского рабства Той е излязал от това рабство И Израиль знает цену свободы И Израил познава цената на свободу Так и Българии знают цену свободы И такая България знает ценату на свободу И Българии этим сильно дорожат И Българии взяхли много скипутова Вы знаете, я живу в Българии уже 15 лет Живея България 15 години И верю в то, что рано или поздно я получу болгарское гражданство И тоже стану болгарин Ну несмотря на то, что я немного не похож Но вот здесь я себя чувствую как дома Откуда бы я ни возвращался С Южной Кореи Из Китая От Китай Из Ирландии От Ирландия Из Германии От Германия С Казахстан От Казахстан И я вот въезжаю в Варна Влизам в Варна И у меня, знаете, легкие просто открываются И белите дробове ми се утварят Ну, когда Наташа рядом, я говорю Когато Наташа е до мен, казвам И я чувствую, что я вернулся домой И аз усещам, като се прибрах у дома И вы знаете, что я чувствую в Българии? И какво усещам в Българии? Я чувствую себя здесь свободно Может быть, это только мое переживание? Ну, знаете, я могу сравнивать Я, например, был в Германии Был в Ирландии Во многих странах Я был в более чем 30 странах мира Не везде я себя чувствую уютно Я понимаю, что это какие-то определенные такие районы, территории Разберем, что у вас определенные районы и территории И где-то все еще Власть демонов, она ощущается Какой-то бесовский контроль Какое-то оккультное влияние Ну, например, я был в Германии И вы знаете, я чувствую в Германии себя неуютно Но это, опять же, не в осуждении Германия прекрасна страна И я был в самой красивой ее части Я приехал в город Баден-Баден Который как переводится? Купаться-купаться В этом городе хорошо купаться Тепло Уютно Реки, озера И такая красота Во Францию можно по мосту А так просто перейти И просто по мост Можешь да влезешь Да утидешь во Франция Через реку Рейн Здесь на стороне Германии Рыбалка запрещена Там можешь через мост перейти И во Франции И минуваешь през мост Ну я же рыбака Лесом Ребар Ребар, да Захожу в лес Влезом в гура И, ну такой лес Буквально, вы знаете Он там вычищен Вы представляете В лесу в Германии Гура В Германии Подметают Там убираются Да, специальные уборщики Стоят урны Люди научены бросать мусор В эти урны Но идеальная чистота Идеально 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 Идешь вот по этому лесу Я шел так же С еще одним священником Бяг с друг священник Ну тоже люди ходят С еще ходят и другие хора И все так чинно Все так пристойно Красиво И тут мы выходим На какую-то полянку И излизываем на некого поляна А эта полянка Она просто полна белых грибов А чай исполнился с белых грибов Ну просто Уйма Гриб 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 Уйма белых грибов Уйма белых грибов Ногу белых грибов Под березовики Под осиновики Гриб Разные грибы Да, различные грибы Монатарки, да По-болгарски Монатарки Думаю, сейчас соберу грибочков Домой вернемся И с картошечкой пожарю И уже вот так наклоняюсь И мне говорят, нельзя Грибы, они для животных Но это вот для белочек А для людей иди в магазин Потому что бабушка Вон там на тебя смотрит Уже смотрит Она позвонит И уже через 10 минут Здесь будет полиция И тебя возьмут, заберут Ну, конечно, там тебя Не посадят Но штраф будет хороший Я думаю, ну вообще Скобочку забил Думаю, раз Думаю, ну пойду я На рыбалку Ну хотя бы один раз Вот в Германии На рыбалку сходить Я еще не знал Что во Францию Можно было Перейти через мост Я говорю, а на рыбалку Здесь можно сходить Говорит, ну чтобы вам Сходить на рыбалку Вам здесь надо 8 месяцев отучиться Специальные курсы пройти Получить диплом рыбака Потому что вы должны знать Что рыба Она не должна страдать У вас должен быть Специальный деревянный Молоточек Вы поймали рыбу Если вы хотите Ее с собой забрать Вы должны ее так вот Нежно держать И очень аккуратно Ударить молоточком По голове Рыба должна умереть Потом ее надо Надо вскрыть Ну сделать операцию Ну я врач Я думаю Ну это легко Потому что Потрошки должны быть Отдельно А рыба должна быть Отдельно Ну то есть Это очень довольно Сложный ритуал Но и то Чтобы вы поехали На рыбалку В Германию Вы приезжаете На озеро И вам заранее Нужно заплатить Хорошую сумму денег И чаще всего Вам не разрешат Ее забрать Просто рыбу Надо достать Отцепить от крючка Смазать ранку На которой Крючок зацепился На губе ранка Должна быть Антибиотиком специальным Этот антибиотик У тебя должен быть в кармане Поцеловать эту рыбу И потом очень нежно Ее отпустить Чтобы на ней Не осталось Ни одной царапинки Ни одной ранки Рыбка не должна пострадать Она не должна мучиться У нее не должно быть страдания Я Что-то мне как-то Уже не хочется жить В стране В таком дружбе Где так все Сложно как-то Ну я вторую циферку поставил Грибы собирать нельзя Рыбу собирать нельзя Не можешь Да уйти выдашь на рыбу лов Ну я говорю Ну Я вообще мечтаю Еще поохотиться А все что искам Да уйти на лов Все что И на меня посмотрели И на меня поглядных И ничего не сказали И ничто не казах Я понял что Лучше даже и не спрашивать Болгария Болгария Вы знаете Куда хочешь Вот иди в лес Там полно грибов Я видел снимки Где люди набивают Полный кузов грибов Маринуют эти грибы Там банками Трехлитровыми Ну все так же Как у нас По всему СНГ Никто ничего Не смотрит Не жалуется Не оштрафует Вы знаете Вот я Подводный охотник Если что Бичем Подвода Далывам Если я еду в Турцию Для подводной охоты Мне надо купить лицензию И трябва Да купя лицензию Задамога Далывам Подвода Если я Поеду в Испанию В Испанию Мне надо Купить Лицензию Ну и так далее И тому подобное В Болгарии Лицензия Не нужна В Болгарии Не има нужда Лицензия Морская рыбалка Подводная В том числе Морский рыболов Дури подводы Она бесплатная Твоя бесплатная И вы знаете Вот это В моем представлении Свобода И в моем представлении Твоя свобода Когда ты Просто можешь Спокойно сливаться С природой И не чувствуешь Что за тобой следят И не усеешь Трчиняку Ты следи Что тебя Вот просто За то Что ты поднял Гриф Просто вот так Поймают Да и сладят И вы знаете Я вот Пережил Это буквально На этой неделе Я коротко Расскажу О своем Друге У меня есть Вообще Два Хороших друга Они болгары Один из них Легенда Это просто Легендарная Личность Болгарии Это Васил Атанасов Он Ныряет Под воду И он является Подводным охотником Уже более 60 лет Ему сейчас 76 лет Он сейчас Ныряет На острове Тасос В Греции И вы знаете Он ныряет Каждый Божий день Это просто настоящий Да Это настоящий фанат Конечно Твой фанат Он этим живет Иногда я думаю Что он и спит Под водой Потому что Он ныряет От 4 до 8 часов Каждый Божий день И практически всегда Редко Когда он не стреляет Рыбу И вы знаете Бог как-то нас свел И Бог не запузнал Я его не искал Он нашелся Я решил себе Заказать гарпун Для подводной охоты За подводную охоту И этот человек Делает свои Авторские гарпуны И той правил Свои авторские гарпуны Они называются Ган Эволюшн Потому что Он проделал Очень большую эволюцию От простых гарпунов До сложных И эти гарпуны Которые он делает Они безоткатные И те же гарпуны Кои твой правит Это без Безоткат И на българске Потому что Вы знаете Например Сегодня уже делают Такие пистолеты Пушки И делают И делают И в основном Израиль И правят Израил Пушки очень хитрые То есть Они Нет отдачи Да Вот евреи Правда Как можно Придумать пистолет У которого нет отдачи Я служил в армии И стрелял С пистолетом Макарова Вы знаете Прежде чем научиться Стрелять с пистолетом Макарова Нас учили И заставляли Держать кирпич в руке И вот держишь Этот кирпич Держишь Тази тухла Ну первое время Понятно Что долго Его не возможно Не можешь Долго Держишь Тази тухла Но потом Приходят на тренированность Ну откатываешь Но откатываешь Этого пистолета Нос задирается Ну трудно научиться Стрелять с пистолетом Макарова Нужно иметь Какую-то металлическую руку С израильского пистолета Стреляешь Просто вот так Как будто ничего не произошло Просто хлопок И понятно Что точность Она сильно увеличивается И вот такой гарпун Делает Васил Атанасов Я заказал у него этот гарпун Мы с ним познакомились Запознахме се с него И потом меня пригласил К себе на Эмине Он здесь Когда бывает в Болгарии Он ныряет на Мысе Эмине Это в сторону Бургаса Если ехать И той ме покани На Эмине Той там Седмурка в Болгарии И он начал делиться Какими-то своими секретами И започна Да споделя Своите тайни С мен Бесплатно Просто так Я нырял вместе С грандмастером Вот свои 76 лет У него задержка дыхания Под водой Спокойно при том Больше двух минут Ну примерно Две с половиной минуты Динамического апноэ То есть это задержка дыхания Задержит дышами Когда охотник еще и ластами Шевелит Нагрузка идет А он не дышит И конечно Очень много секретов Не буду долго на этом задерживать Потому что Этот мир Он мне очень нравится Я могу об этом говорить Очень долго И еще второй друг Это Филипп Ангелов Он неизвестный ныряльщик Но у него апноэ Задержка дыхания Больше трех минут Примерно три с половиной минут И опять же динамическое апноэ И ныряет он очень глубоко И стреляет он очень большую рыбу Здесь на Черном море Ее здесь очень трудно стрелять Много трудно И да стреляешь Голяма рыба на Черном море Даже если я ни одной рыбки Не подстрелю Я знаю, что Филипп Всегда подстрелит рыбу Ако не ми се получава Да стрелям някаква рыба И обязательно Половина улова отдаст мне И то я половината отдава на мен И мне это приятно Това ми е приятно Вот за что люблю Болгарию За какво обичам Болгария Часть конечно маленькая И люблю Болгар Обичам българите И вы знаете Я вышел на пристрелку Так называемую Из Лазух на Чтобы пристрелять свой гарпун Из когда стреляем свой гарпун На этой неделе в пятницу Пасетница в пяток Я выехал на Черное море Из Лазух на Черное море Один Сам Потому что Васил Атанасов уехал в Грецию Васил Атанасов в Грецию Филипп работал Филипп работе Я выехал Я же просто Я не рыбу стреляю Рыба пока еще нет Просто нужно подготовиться И нужно гарпун подготовить И я все взял по списку Все прописал Ну вы знаете так бывает Когда вот несколько месяцев Не стрелял рыбу И потом выходишь на охоту И обязательно Обязательно что-нибудь забудешь А вы знаете Если вот подводный уходник Что-то одно забывает Ну представьте Ласты например забыл Ну все Ты уже как бы Почти не можешь Ничего сделать Не можешь плавать под водой Или пояс забыл Со свинцом Или аку забравишь пояс Или гарпун забыл Или гарпун аку забравишь Я в этот раз забыл полотенце Я приезжаю уже на место Которое показал мне Филипп Потрясающее место Такое красивое Уточки плавают Лебеди плавают Я помолился Господь Богу славу И вы знаете Вот хорошо Когда рядом с тобой Вот такой опытный рыбак И он всегда тебе Что-то подскажет А в этот раз я был один Но я вот пережил Божье присутствие И пережил В чем вот блаженство Когда ты уповаешь Не на человека А уповаешь Лично на Бога Я приехал На это место Я говорю Ну вот я приехал Полотенце забыл Канистру С мыльным раствором Тоже забыл В новый костюм Который я себе купил В Турции Я сейчас Костюм Который ты купил В Турции В сухую и не залезу Не могу Усложено Что делать Какого-то правя И мне тут же приходит ответ И получаю Монговор Ну покопайся Может быть там Какую-то тряпку найдешь В машине Путерсилов куда-то Может быть ты намеришь Некакого хавлия Порцал Я в багажнике порылся В багажник путерсилов Нашел свою старую футболку Намеришь свою Это старая тенниска Ну все нормально Става Подхожу к воде Уйти вам при воде Ну думаю Мыльного раствора нет Ну попробуем Сапунен раствор Я уже это делал Вече правих така Просто водой ополоснул Просто с вода от морето Вода Холодная А тя е студена У меня ноги просто вот так Через 5 минут уже просто Я их не чувствовал Тут ко мне сегодня подошли Сказали Водно крещение хотят в море принимать Сказаха ми Днеска ми казаха Че искат Да приемат водно крещение От море А я сказал Что я одену зимний Свой гидрокостюм И буду так медленно наслаждаясь Преподавать водное крещение И бавно Что я преподавал водное крещение И Вот И я оделся И зашел в воду И вы знаете Вот каждое свое движение Я промаливал Я спрашивал у Бога советы Вы знаете Меня когда-то так хорошо научили Меня наставили Что Дух Святой Именно для этого нам дан Затувание даден Он есть наш советник То и наша советник Так написано Така пише Дух советник Дух советник Он обо всем нам будет напоминать То, что не напомня за всичку Он нас научит То, что не научит Он нас наставит То, что не наставляет Только надо у него спрашивать Само тряба до купитами Я как-то проповедовал о том Что я даже в магазин захожу Че дури влизом в магазин Я советуюсь с Духом Святым Что покупать Как вода купе А что не покупать А как вода не купувам И вы знаете Редко я ошибаюсь Дух Святой вообще не ошибаюсь Я могу ошибиться Дух Святой предупреждает Вот это не бери Ну, то есть Я во время вот этого Нориани пережил Просто какое-то озарение Вдруг я почувствовал Что значит быть зависим От Христа Почему-то я вспомнил старую песню Под водой Мы пели ее в старой церкви Песня, она звучала так Мне хорошо В зависимости этой Брать от тебя И отдавать тебе И это пелось О Святом Духе И вы знаете Я вот так плыл Под водой Установил мишень Советовался Со Святым Духом Потому что Вы знаете Подводный охот Это опасный спорт Реально Одна ошибка Может стоить тебе жизни И одна грешка Может дать истру В живот И отплываю Плывом Стреляю первый раз Стреляю еще раз Сори под Оказалось, что Оружье хорошее Оно не сбилось За зиму И вот я Из пенопласта Вот такая рыбка И имаши Одна рыбка Като цел И я ни разу Ни разу не промахнулся И всякие Под попадах В нея Я там Благодарю Бога Под водой И благодарих На Бог под водой Какая-то неописуемая радость Имах Много голяма радость Която не можах Да опишу И вы знаете Я вышел из воды Из воды Просто воздал Богу славу Воздал славу На Бог Я хочу сказать Этот выход Мне понравился больше Когда я выходил Со своими друзьями Опытными подводными охотниками Опытни подводни рибари Несравненно лучше Могу и подобре Выходить на охоту Или на рыбалку Со святым духом Со святым духом Это вот мое такое свидетельство сегодня И знаете Я сегодня Хотел для вас Исполнить еще одну песню Я уже заканчиваю Я эту песню исполнял В прошлом году И эта песня тоже Из моего хасистского творчества Я там добавил Какие-то слова Несмотря на то Что написано Из песни слов Не выкинешь Но мне почему-то так Это захотелось сделать Потому что я люблю эту песню Но там слова Были такие Оно про море Я очень люблю море Я полюбил его здесь В Болгарии И мои друзья Нарядчики Они говорят Мы вообще ничего не поймем Ты приехал из какой-то степи С казахстанской степи И ты здесь ныряешь И ныряешь намного лучше других Мы знаем Что кто-то ныряет И вообще рыбу не может слить Первый год, второй год Третий, четвертый, пятый Ни одну рыбу только не подстрелил А ты стреляешь Я нырял с Василом Атанасовым Мы стреляли на равных Я помню как Он послил пять рыбок И я послил пять Потом он послил семь рыбок И я послил семь рыбок Ну вот молодежный пастор был свидетелем Было несколько ныряльчиков Я нырял тогда один Ну точно Тоже со святым духом И только я один вышел из всех ныряльчиков Я вышел с рыбой Но я воздам все слава Богу Потому что это он меня Учит Друзья, конечно, тоже Но дух святой Это более универсальное что-то И я исполнил эту песню в прошлом году И я там добавил свои слова Верю в то, что они от Бога И там слова звучат так Думаете, звучит так Боже Отправь меня в далекие страны Испрати меня в далекие страны Сделай меня алым парусом Направи меня алым парусом В этих дальних странах В тези далечной страны Дай мне двигаться вместе с тобой В этих дальних странах В тези далечной страны Я назвал эту песню Песня миссионера И вот сегодня я хочу Эту песню вам опять исполнить Второй раз И вы знаете Вот я был в Южной Корее много раз Когда я туда только начал приезжать Еще одна благодарность болгарам Я вдруг там узнал Что я оказывается не кореец Хотя в моем паспорте написано кореец В Южной Корее я русский И ничего не докажешь Какой ты кореец вообще? Ты свой корейский язык не знаешь Ты даже корейский не знаешь Ну просто ты родился где-то Неизвестно где Ну я понял, что в Южной Корее я не кореец И никогда не смогу там работать доктором Потому что наши дипломы там не котируются Там котируются только американские дипломы Ну еще Кембридж, Великобритания А в Болгарии А в Болгарии я кореец Иногда китаец Ну уже все знают, что я кореец Ну все знают, что он кореец И они, ну кореец Ну а кто же он еще? Кое, что ли будет? И мне это приятно И на меня не приятно Думаю, ну хоть в Болгарии меня считают за кореец Слава тебе, Господи Слава на Бога За это еще одна благодарность За то, что я благодарнусь на Болгарии С праздником вам С праздником освобождения Но я хотел вам сегодня о Болгарии сказать Что истинная свобода все-таки Она во Святом Духе Там, где Дух Господень Так написано, я только что прочитал Там всегда свободна Хорошо быть свободным в Духе Святом Потому что даже если тебя посадят в тюрьму Если ты верующий человек Ты даже в тюрьме свободный человек Потому что в Духе Я спою, исполню сейчас эту песню